70 лет сегодня исполняется Хабаровскому судостроительному заводу. В 1953 году в Краевом центре заработало предприятие, которое сегодня стало одним из крупнейших производителей судов разного класса на Дальнем Востоке. Репортаж Ульяны Крамаренко. На один праздничный день работа на Хабаровском судостроительном заводе замерла. Вместо рабочих будней небольшая экскурсия для гостей предприятия в честь его 70-летия. С самого утра работники завода принимают поздравления и собираются на торжественную часть во дворе предприятия. В честь юбилея отмечают лучших сотрудников и ветеранов производства. Когда я пришел на завод, как раз началось движение по строительству Советского военно-морского флота. Огромное количество кораблей нужно было для охраны водного района. И наши корабли ходили, несли службу. Леонид Лукашев отдал Хабаровскому судостроительному заводу 55 лет жизни. Работать пришел сразу после техникума. Постепенно вырос до главного технолога. Следил за всеми процессами на заводе. От разработки проекта до спуска готового корабля на воду. Говорит, что за полвека на одном месте никогда не хотел сменить любимую работу. Там такие работы были. Сейчас я не знаю, как это. А раньше год 6-8 командировок в Белосток. Что-то случилось. Где-то что-то в ремонт стали. Ну и так вот постоянно. Поэтому скучно не было. Сейчас на Хабаровском судостроительном заводе работает 540 человек. В прошлом году предприятие впервые с 2015 года спустило на воду краболовное судно. Еще два в планах сдать в этом году. Одно из них уже в июле. Заключают контракты и с Минобороны. Мы планируем сейчас совместно с главным командованием возобновить строительство перспективных судов на воздушных подушках типа Мурена. И все для этого делаем, чтобы контракт заключить и удовлетворить заказчиков. За 70 лет работы на Хабаровском судостроительном заводе было выпущено более 350 кораблей и судов, которые курсировали не только у берегов Дальнего Востока, но и добирались даже до Кубы. Ульяна Крамаренко, Виктор Казаров, Телеканал «Губерния».